Всем привет! Это Антон Тошамото, АМК-сервис. И сегодня я приехал на осмотр выфера. Но это не стандартный осмотр, это опять, у меня уже второй раз такое на канале, я выкладываю. Человек заказал, который продает. Сейчас я покажу мотоцикл, расскажу про него. Мне его, соответственно, продавец поведал очень много информации, которую он считает, что очень важно, чтобы было в видео о продаже. А видео о продаже он хочет, чтобы прикрепить его к объявлению на Авито, чтобы не задавали глупых вопросов, чтобы было максимально понятно, в каком состоянии моноцикл, в каком состоянии, соответственно, его узлы и агрегаты. И ему очень важно, чтобы сэкономить его нервы, чтобы люди сначала посмотрели видео, а потом уже задавали дополнительные вопросы, помимо тех, которые изначально появляются. Итак, сейчас я покажу, что за выфер и немножко расскажу о нем, то, что мне поведал его хозяин и то, что, соответственно, я успел уже увидеть. Итак, вот такой вот выфер. Сейчас сразу начнем с того, что у него висит ошибка. Я познакомился с этим человеком, кто владеет этим моноциклом, как раз-таки тогда, когда я приезжал на выездную диагностику, у него здесь была проблема в том, что у него висела ошибочка. Сейчас посмотрим, какие ошибки остались, потому что до этого было две ошибки. Одна была по датчику падения, другая по клапану абсорбера. И в итоге у нас осталась ошибка только по клапану абсорбера. Мы выходим, смотрим в памяти, в памяти только была ошибка абсорбера. Она не удаляется, она активная, что очень странно. Пробег у нас почти 75 тысяч. Вот. В чем вопрос? После того, как я человеку указал на ошибку абсорбера и на ошибку датчика падения, я сказал, скорее всего, вверх ногами поставили при установке, посмотрите, маркировка должна быть вверх. Человек посмотрел, говорит, да, действительно, вверх ногами поставил, не увидел надпись вверх на датчике падения, переставил ее правильно, все, как бы там все заработало. Но, говорит, я разобрал весь пластик, посмотрел все и не увидел ни одного пустого разъема, куда можно было бы подключить датчик абсорбера. Он должен где-то находиться вот в этой части. Нету на баке ни одной трубки, нету нигде крепления самого абсорбера. То есть на данном мотоцикле такая деталь отсутствует. Но, к сожалению, висит ошибка по нему. И почему она висит, не удалось выяснить, даже после того, как сняли полностью пластик, все и полностью исследовали. Теперь я сейчас его накину в сидушки, покажу, как он выглядит, сделаю обзорную, так скажем, экскурсию вокруг мотоцикла, расскажу, что у нас, какие узлы подвергались, так скажем, доработке. Почему доработки, я сейчас покажу все более подробно и расскажу. Итак, начнем с того, что это мотоцикл VFR-814 года. Но выглядит он слегка не так. И многие могут сказать, дядя, что ты лечишь какой-то 14-й год, ты посмотри на его морду и т.д. и т.п. Итак, рассказываю. Мотоцикл был по ВИН-коду на аукционе еще красным. То есть это то, что мне рассказал сам владелец. И он, соответственно, сделал такие небольшие, так скажем, поиски его истории. И по ВИН-коду он нашел, что на аукционе этот мотоцикл продавался в красном цвете. Был абсолютно целым, с небольшой маленькой притертостью. Потом, соответственно, когда уже он прибыл в Россию, он растаможился и получил СБКТС на черный цвет. И приехал он человеку, когда он его купил на организации, которая его продавала, уже с черным баком, с черным хвостом, с черной накладкой. Остального всего пластика не было. Была только небольшая часть морды. Остального всего пластика на нем просто не было. Итак, здесь стоит пластик с предыдущей модели. То есть это модель 2014 года. А пластик стоит с модели, которая шла до 2012 года. Если мы посмотрим на морду, то вот здесь, под вот этой накладкой, которая от родной морды, мы видим большую фару, которая уходит вверх, которая была на предыдущем, то есть которая с 2003-го и свежее шли. То есть эта морда шла с вот такими длинными фарами, как старого образца. Но из-за того, что когда человек купил мотоцикл, он только потом посмотрел, что запчасти на него найти практически невозможно. И все, кроме вот этой верхней части морды, бака и заднего пластика, вместе с накладкой, которая тоже оригинал Honda. Сейчас я это покажу. Вот у нас, соответственно, здесь есть надписулина Honda. То, что это у нас оригинал. Остальное все стоит из китайского набора и, соответственно, от более старой модели. Также тут стоят китайские подогревы руля, китайские курки, китайские зеркала. Стоит паук от 2008-го года. Там, грубо говоря, от предыдущей модели. А, соответственно, приборка, чтобы сошлась, пришлось дорабатывать одну морду вместе с другой. То есть мы видим, вот здесь вот не хватает кусочка, потому что приборка-то была другая. И вот эти вот накладочки, которые были вокруг приборки, они, соответственно, вот здесь вот есть зазор. А его быть не должно. То есть вот здесь вот чуть-чуть было доработано. То есть оригинальные грипсы с подогревом найти не удалось. Нашлись китайские, подключено все к стандартным разъемам. Все, то есть как бы на своих местах, все работает, все исправно. Вот. Зеркала тоже китайские, они тоже все работают, все подключено. Но из-за того, что моноцикл был непонятно, с каким падением, да, расскажу, что было по повреждениям. По повреждениям у него была битая правая сторона. То, что мне рассказал владелец, то, что он лично сам делал. Но труба уже была заменена. То есть была заменена труба, то есть она приехала. Но вот здесь вот мы видим, что у нас здесь человек затер следы падения, потому что он в этом признается, просто говорит, так эстетично выглядит. Вот здесь мы чуть-чуть видим остатки следов падения. Вот. Вот здесь вот, если вы посмотрите, здесь была какая-то наклейка японская. Человек ее отклеил, но тут практически не видно. Вот здесь, когда переходишь, там видно небольшая риска такая. То есть вокруг наклейки видно, как остался клеевой слой. Ну, короче, при определенных лучах вот здесь видно след от наклейки. Это два. Три. Нету родной наклейки, которая должна быть на раме, к сожалению. Вот смотрим. Клапанка раз. Крышка два. Клапанка три. Вот это. И с той стороны крышка. Они все пескоструйные, покрашены в один цвет. Вот здесь вот мы можем посмотреть, что буквы Хонда имеют небольшие царапки. А это говорит о том, что здесь была затертая крышка. Но, соответственно, человек сам лично говорит, что была покоцана пескоструем, песком передняя клапанка. Задняя была в нормальном состоянии, но все подобралось по ковар-коду и все покрасилось. То есть в итоге, если сейчас посмотреть, то есть флейки здесь, флейки здесь, флейки на баке. Они очень сильно схожи. Понятно, что нанесение разное. То есть глубина флейков тоже разная. Но при том, что как бы камера не передает, вот, то есть как бы вот две детали. Что одна блестит, что вторая блестит. Это блестит на камеру. Соответственно, здесь может быть чуть больше зерна видно. Здесь чуть-чуть меньше. Но по ковар-коду бьется один и тот же цвет. То есть как бы это подбиралось не в подборе, а именно по цветовой маркировке данного мотоцикла. Это вот такие вот были с этим мотоциклом, ну, приключения, так скажем. Почему они были, сложно сказать. Бак у нас абсолютно чистый, ровненький. То есть с баком ничего не делается. То есть бак стоит уже черный и он стоит оригинальный черный. То есть, скорее всего, грубо говоря, этот мотоцикл может быть уронили при разгрузке. Может быть повредили при транспортировке с аукциона. Может быть там шторм, не шторм. Я не буду сейчас придумывать, что там могло быть. Но получилось так, что с аукциона продали красный мотоцикл. Потом в итоге человек купил с документами. В документах был мотоцикл черный. То есть он купил, был руль, остатки морды с приборкой. Ни зеркал, ничего снизу не было. Была новая труба и весь целый хвост. В таком состоянии крышки были затерты. Передняя клапанка была, соответственно, покоцана. Переднее колесо было тоже со следами аварии. Здесь оно прокатывалось. И после прокатки вот здесь остались неровности. И поэтому человек небольшим переходом вот так вот край покрасил. То есть с обоих сторон на переднем колесе покрашены вот эти вот края обода. Но покрашены в родной цвет. И, соответственно, поэтому смотрится это все более или менее. Далее. Вилочка у нас сухая. Ничего не течет. Есть следы износа. Ну, соответственно, такой пробег это вполне реально. Далее. Мы видим из того, что рассказывал человек, когда я забрал мотоцикл, радиатор подтекал. Вот здесь есть след сварки, вот здесь есть след сварки на радиаторе. Там варился фитинг. Далее. На этом радиаторе были тоже следы. Соответственно, подкрашена верхняя часть радиатора. Здесь залит новый антифриз. Соответственно, залито новое масло. Потому что снимался масляный радиатор, снимался радиатор охлаждения. Человек выкручивал свечи. Посмотрел свечи в идеальном заводском состоянии. Поэтому, говорит, они иридиевые. Соответственно, дальше не стал лезть смотреть. К сожалению, я не смогу замерить компрессию. Потому что у нас между свечных модулей и радиаторов даже не залезает палец. То есть, как бы здесь очень маленькое расстояние. А чтобы снять этот радиатор, мне надо разобрать весь моноцикл. И, соответственно, я не буду этого делать. Я сейчас заведу по мере температуру на выхлопе. И буду ориентироваться на свои знания, как должен звучать мотор. Как он звучит и как он себя ведет. И буду отталкиваться от этих данных, чтобы определить, насколько мотор хорошо работает. Дымит, не дымит. Мы все это сейчас посмотрим. Далее. Сейчас я покажу износ тормозных дисков. И, соответственно, года резины. К сожалению, у меня сейчас с собой не оказалось моего штангеля. По какой-то мне непонятной причине. Но смысл в том, что тормозные диски, даже визуально, имеют совсем небольшую ступеньку. Сейчас, если у человека будет штангельный циркуль, я возьму и померю тормозные диски. Но сам факт, что здесь на ощупь ступенька еле чувствуется. А это говорит о том, что по этим тормозным дискам, я бы сказал, что здесь пробега тысяч 30-40 максимум. А здесь на мотоцикле 75. Тут два варианта. Либо это стоит колесо с другого мотоцикла, с тормозными дисками. А то, которое было здесь, оно, соответственно, пришло в негодность, может быть, из-за аварии. Либо же здесь заменены тормозные диски, что, в принципе, тоже возможно. Потому что, судя по болтам, видно, что они крутились. Итак, по тормозным колодкам. Очень сложно здесь показать. Но, соответственно, здесь остаток буквально, ну, наверное, 50%, может, даже чуть меньше. Резина у нас идет довольно-таки старая. Насколько я помню, у нас там 2000. Да, вот он, 2013 год. Соответственно, 12-я неделя, это передок. А по задней покрышечке у нас мишленчик вот в таком состоянии. Уже индикаторы износа видны. И у нас, и у нас здесь идет... Вот так будет видно. 13-я неделя 2016 года. Ну, по факту, резина под замену. По тормозному диску. Здесь аналогичная история. Но здесь выработка даже еще меньше, чем спереди. То есть, ступеньки еле заметные. То есть, такое ощущение, что реально тормозные диски поменяли в круг. Потому что ни с одной, ни с другой стороны ступенька, ну, не наблюдается. Такая, чтобы прям была явная, какая должна быть на таком пробеге. По цепи. Цепь сейчас немножко провисшая. И цепь имеет уже повреждения сальников. Сейчас я покажу это наглядно, о чем я рассказываю. Потому что я уже внимательно ее осмотрел. И на ней местами отсутствуют сальники. А местами, как мы видим вот здесь вот, у нас сальник уже вылез. И скоро тоже улетит. И такие места уже, если появились, то, соответственно, цепь проедет еще тысячу, максимум, дверь. И потребует замены. Поэтому из расходников у нас здесь получается, что цепь звезды под замену, резину под замену. Это по-хорошему. По колодкам, там можно увидеть, что задние колодки тоже примерно 50-60%. Также нужно будет обслужить тормозную жидкость. Потому что она здесь темненькая и на тормозах, и на сцеплении. И получается, из того, что здесь менять точно не надо, это свечи, воздухан, человек тоже говорил, что стоит, масло и антифриз. Получается, из расходников колодки скоро подойдут, цепь звезды тоже уже на подходе, резина тоже требует замены. То есть, вот такие вложения нужно сделать по моноциклу для того, чтобы на нем ездить. Итак, теперь мы перейдем к, соответственно, самому пуску двигателя и послушаем его работу. Мотор абсолютно холодный, поэтому запустился он элементарно, хорошо. Теперь смотрим прогрев. Да, тут по трубке еще надо будет поискать. Одинаковые точки угадать очень сложно. Поэтому разница по температуре будет видна, если это прям попасть в одну точку. Но мы видим, что выхлоп прогревается. Целиндры работают. Теперь попробуем найти у нас точки сзади, где можно посмотреть. Здесь, конечно же, попадать намного легче. Поэтому под прямым углом мы видим четкую температуру. А спереди, к сожалению, сложно попасть так, чтобы замерить. И поэтому меряем не совсем в том месте, где нужно мерить. Но мы видим, что продолжает прогреваться выхлоп. То есть и передние цилиндры, и задние между собой почти нет разницы. Попробуем сейчас посмотреть на коллекторах снизу. Ну, это не информативно. У нас горит чек, у нас горит АБС, у нас горит топливо. Абсолютно кроме легкого пара и конденсата, которого вот мы видим вылетает, ничего здесь нет. Труба тоже абсолютно чистенькая. Труба тоже чистенькая. Мы видим, что мотор у нас до 65 градусов уже прогрелся. Так как он стоит у нас на центральной подножке, мы можем посмотреть, что у нас работает датчик скорости, что все хорошо. Передача тоже у нас переключается, показывает индикатор. Габарит горит. Задний тормоз загорается. От переднего тормоза тоже загорается. Видим, у нас быстро моргает. Есть дублер тут и тут. Другая сторона мигает. Поморгать дальним светом работает. Ближний, дальний. Свето-теневая граница от линз имеется. Прикольная штука. Свето-теневая граница от линзии. Включили подогрев. Все работает. Нажали, выключили. Сигнал работает. Это у нас трекшн-контроль. Мы можем его включить, можем отключить. Вот у нас имеется кнопочка. Кнопочка аварийки. Тоже все работает. Ну, соответственно, по светооборудованию у нас все очень даже неплохо. Сейчас дождемся вентиляторов, чтобы они включились, зажужжали. Вот так вот у нас выглядят линзы. Это в ваш четвертой лампе стоят линзы. И, соответственно, они и так вот неплохо светят. Вот такая вот цвето-теневая граница. Вот такой дальний свет. Ну, я не знаю, может быть, высоковато. Но это надо на ходу проверять. Ну, по крайней мере, близне это очень неплохо смотрится. Также еще забыл сказать, что лапка тормоза была выровнена. И вот здесь вот на вот этой гайке имеются следы того, что ее крутили. И она из-за этого окислена. То есть на ней покрытие повредилось и оно окисленное. С другой стороны гайка выглядит лучше. С другой стороны гаечкой выглядит у нас вот так. Почти без државчины. Вот у нас есть средний расход, средняя скорость, температура и температура воздуха. Прикольно. Прикольно. Небольшой такой бортовой компьютер присутствует. А по пробегу у нас есть суточник один, суточник второй. И, соответственно, отсечка по какому-то километражу и общий пробег. Мы видели, что у нас сначала нагрелся, потом упал по температуре немножко мотоцикл. А это говорит о том, что у нас открылся термостат и начали греться радиаторы. Да, действительно у нас греются радиаторы. Сейчас мы прогреем и послушаем уже срабатывание вентилятора. Мотор достаточно долго греется. Он нагреется на холостых быстрее, чем тогда, когда я держал его под газом. Потому что помпа начинает лучше гонять и он, соответственно, быстрее остывает. Но тут ничего не побежало, ничего нигде не засопливило. Это хорошо, потому что, ну, делался радиатор. Это такое бывает, что начинает потом выступать матрица где-то, еще что-то. Но здесь все ровненько. Потому что такое возможно. Скорее всего на 102 или на 105 сработает вентилятор. 105 даже еще не засветилось, а вентилятор у нас заработал. Его отчетливо слышно. Загудел. И температура пошла падать. И все, он отключился. Температура упала. Все хорошо. Теперь мы сейчас еще попробуем горячий пуск. Заводится хорошо, уверенно. Сейчас проверим зарядочку. Итак, у нас работает вентилятор. И под нагрузкой проверяем зарядку. Мы видим 14,3. Это с вентилятора. Вентилятор выключился 14,5. Все четенько. С зарядкой у нас вопросов нет. Под задним сиденьем у нас имеется набор инструментов. В нем не так много, как хотелось бы. Но есть самый главный ключ, который нужен для этого моноцикла. Это как раз таки ключ для регулировки натяжения цепи. Потому что здесь он такой специфический, он здесь есть. И есть, соответственно, отмычка для предохранителей и шестигранник на 5. И вот такой вот тросик, который у нас идет для крепления шлема. И есть вот такой вот у нас, соответственно, аналог нашего транспондера. Вот такая японская у нас есть коробочка, в которую вставляешь симку или какой-то чип. И проезжаешь через платные дороги в Японии. Но, соответственно, у нас это не используется. Но так как это внедрено все в штатную систему моноцикла, это не снималось. В итоге, после осмотра ходовой, по вилочке так и не появилось никаких нитей, ничего. Там все сухо. Подшипники колесные тоже нормально себя чувствуют. А вот подшипник рулевой колонки имеет такой значительный люфт. То есть вот это надо убрать, потому что это сначала имеет небольшой люфтец. Потом, соответственно, он переходит в такой более уже ощутимый люфт. А потом начинаются щелчки. Уже когда, соответственно, подшипник разбивает. Сейчас возможно, что надо только подрегулировать натяжение подшипника. Если натяжение подшипника подрегулируешь, а оно не уйдет, то нужно будет полностью разбирать рулевую колонку. Соответственно, снимать верхнюю траверсу, осматривать подшипники. Возможно, там есть какие-то повреждения. Потому что бывает иногда такое, что на вот этих вот шариковых подшипниках, которые здесь Honda часто применяет. Потому что я здесь не знаю, какие точно стоят. Здесь могут стоять и конусные, и шариковые. Но у Honda в стоке, как правило, стоят шариковые подшипники. Бывает, что шариковые подшипники после даже слабых ДТП раскалывают обойму, в которой они установлены. И это влечет за тобой вот такой мелкий люфт. Соответственно, нужно разобрать будет и посмотреть. Но это в случае того, что если после корректировки натяжения подшипника, преднатяг когда увеличивается, то есть регулировочными вот этими гайками. Если не уйдет люфт, либо начнутся закусывания руля. То есть, когда ты делаешь нормальное натяжение, что вилка не люфтит. Но при повороте руля у тебя есть положение среднее такое, как защелкивается. То есть, при отсутствии плавности передвижения руля, при подтянутой гайке, нужно будет полностью разбирать верхний и нижний подшипник. Либо пока еще не сильно начался сезон, полностью все это открыть. Заменить, например, на конические подшипники и горе не знать. А так, в общем и целом, мотоцикл достойный. Точно с индивидуальной внешностью 100%. И вполне возможно, что у этого мотоцикла пробег, который, грубо говоря, на приборке, это его реальный пробег. Потому что человек говорит, на аукционе очень близкие цифры к этому были. А вот дальнейшая история между аукционом и приездом в Россию, это вот такая, так скажем, большая тайна, что с ним произошло, почему он резко сменил цвет, резко стал разбитым. Что с ним случилось, не совсем понятно. Возможно, с него вообще продали пластик, на него навесили все, что угодно. То есть, тут можно выдумывать сценарий события очень много. Но факт остается фактом. Был красный мотоцикл на аукционе, стал черный по факту. И стал без всего пластика. Соответственно, с обрывками морды, бака в стандарте. Хвост весь в стандарте, с задней сидушки не имеется. И абсолютно целая труба. Хотя падение на правую сторону было, были повреждения на крышке, были повреждения на рычаге тормоза, а труба абсолютно целая. То есть, вот такой вот интересный мотоцикл в плане истории. Может, для кого-то покажется, это вот собрались говна и палок. Но это не совсем так, потому что мотоцикл весь очень классно подогнан. Ничего не люфтит, не скрипит по пластику. Что для китайца, я имею в виду пластик, очень-очень-очень странно. Потому что здесь все швы практически идеально подогнаны и сходятся. То есть, ну здесь в швах видно полироль. То есть, понятно, что красили, полировали. Но сам факт, что китайский пластик достаточно хорошо, ладненько сел сюда. То есть, как бы понятно, что это разные мотоциклы, там, 14-й год и предыдущая версия. Но вот получилось восстановить у человека только вот так. В итоге, что я могу сказать по мотоциклам? Мотоцикл действительно интересный. В плане истории, в плане того, как сделана вот эта вся адаптация одного года под другой. Кому-то это может не понравиться. Кто-то, может быть, будет искать мотоцикл в идеале. Но я же никого не уговариваю. Я, то есть, как бы высказываю свое мнение по технической части. Мотор работает тихо, без лишних шубов. Ни на холодную, ни на горячую. Никаких ни звонов, ни грюков, ни стуков нет. Есть небольшой призвук корзины сцепления. Совсем легенький. При выжиме сцепления на горячую отпускаешь. Появляется небольшой рокот коробки. Не более того. Ни больше, ни меньше. Точно так же, как и у достаточно хороших свежих мотоциклов, этот рокот появляется. Это просто потому, что у вас в момент выжима сцепления останавливается вал коробки. Потом он начинает крутиться. А так как тут нету ни синхронизаторов, ничего. Просто мы слышим, как шестеренки крутятся на валу коробки. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Здесь нету никаких жестких звуков от корзины. Здесь все это абсолютно тихо. Мотор не звучит ни одной цепочкой. То есть, как бы тут все с этим нормально. Запустился он на холодную, вообще без всякого. То есть, как и на холодную, так и на горячую. Выхлоп у нас передние два патрубка и задние два патрубка между собой одинаковые. Почему? Передние холоднее, чем задние. Могу ответить, скорее всего, одной фразой. Передние патрубки изготовлены, скорее всего, из двойной стенки. Как это сделано на мотоциклах дорожных. У которых нету переднего полуобтекателя, чтобы, грубо говоря, для чего здесь это применено. Труба в трубе применена для того, чтобы трубы очень близко идут к радиатору. Чтобы его не нагревать излишне. Сделан вот такой, типа, эффект холодильника. Задние трубы идут, видно, что они даже диаметром поменьше. А это говорит о том, что у них нет внешней оболочки. И, соответственно, они выдают сразу всю температуру наружу. Поэтому это, в принципе, вполне нормально. Между собой передние цилиндры. По прогреву разница там буквально 5 градусов. Задние точно так же. Поэтому мотоцикл заводится и работает адекватно. По технической части с мотором, с охлаждением, я думаю, вопросов не возникнет. Есть вопрос с расходниками. Это резина, это колодки, это цепь звезды. Да, это сейчас не маленький ценник по обслуживанию. Но, соответственно, найти мотоцикл в идеале практически никто не продает его полностью готовым к езде. В нем все равно что-то нужно менять. Либо цепь звезды, либо колодки, либо еще что-то, либо все сразу. То есть это вполне нормальное явление. Тормозные диски здесь, извиняюсь из-за того, что у меня не получилось их померить. У меня, к сожалению, кто-то стащил штангель из моего тревожного чемоданчика, который я беру на выезды. То есть коробка от штангеля есть, штангеля самого нет, еще раз извиняюсь. Но на опыте и на ощупь могу сказать, что эта ступенька совсем такая небольшая. И, соответственно, эта ступенька соответствует где-то 30 тысячам, ну максимум 40. Но, соответственно, на заднем диске еще меньше ступенька, и она вообще практически не выраженная. А это говорит о том, что, скорее всего, диски либо поменены в круг, либо стоят не с этого моноцикла, потому что у него 75 тысяч пробега, и их должны были поменять в тысячах на 60. А может поменяли чуть раньше, потому что был больший износ. Но как есть, так есть. То есть вот такой список работ нужно сделать по моноциклу, чтобы выезжать в сезон абсолютно уверенно в том, что моноцикл будет ездить долго и не подводить. А брать его с вот такими переделками по пластику либо нет, это уже дело каждого. Мое дело осмотреть его техническую часть, соответственно, и уже донести ее до вас в том виде, в котором она имеется. А так, если видео было вам полезно, если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и пока!